Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 3 марта и киевское время 19 часов. На противник на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки продолжал проводить наступательные действия. И наши силы обороны Украины отразили более 85 атак противника. Враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права. Окупанты нанесли 31 авиационный удар, 3 ракетных удара, в частности по гражданской инфраструктуре города, точнее в Донецкой области, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажные и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительна по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской области и порядка 18 населенных пунктов Харьковской области. На Купинском и Лиманском направлениях идут бои в лесах Кременной, это самая горячая точка на этом направлении. У Макеевки и Площанки продолжаются боевые действия. Атака на Масютовку в очередной раз была отражена, но в общем на Купинском и Лиманском направлениях линия фронта не изменилась. Бахмутское направление. Противник не перестает штурмовать город. Бахмут, оккупанты, город Бахмут, оккупанты продавили чуть южнее Дубова-Василовки, имеют частичный успех и продвигаются. Район Хромово сейчас у врага под огневым контролем. Район Мясокомбината в городе Бахмут перешел под контроль российских оккупационных войск. Также есть определенные успехи, также есть определенное продвижение противника на юге города и у пруда. Противник проводил безуспешные попытки атаковать Ивановское и Ступочки. Вопрос обороны Бахмута сейчас стоит на повестке дня, самый главный. И скорее всего мы ожидаем, что в ближайшее время, наверное, наше командование примет решение о выводе войск из Бахмута. Есть отдельные сообщения, неофициальные, о том, что выходят некоторые подразделения из города. Ну, я думаю, что командование примет такое решение. Несмотря даже на то, что нам удалось за последние сутки остановить или не допустить продвижение российских войск на замыкание кольца вокруг города, то есть окружение за сутки в сторону окружения противник не продвинулся, не на метр. Мы удерживаем фланги на северо-западе и юго-западе от Бахмута. Но, тем не менее, угроза окружения есть и противник, ну, такое впечатление, что они сделали зеркальное. Мы усилили, перебросили в Бахмут резервы. То же самое сделало российское командование. Перебросило в Бахмут новые резервы и усилило давление на штурме, точнее, в попытках штурма города. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются бои у Водянова и Невельского. Противник успеха не имеет. Враг не оставляет попыток захватить Красногоровку и улучшит тактическое положение к востоку от Новобахмутовки. Ситуация там тяжелая, но противник успеха не имеет. На Запорожском и Херсонском направлениях огневое влияние огневому воздействию оккупантов подверглись 45 населенных пунктов на двух вот этих оперативных направлениях. Других изменений на Запорожском и Херсонском направлениях за прошедшие сутки не отмечено. Ну вот, в принципе, то, что я вам уже сказал по городу Бахмуту, это то, что это главная тема остается. И, скорее всего, по городу уже прилетают многие виды артиллерии российской. То, что ситуация на грани критической, это уже, по-моему, понятно всем. И, скорее всего, выходом из этой ситуации будет выход наших войск из города Бахмут. «Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта». Ну, начинается такой, я так понимаю, жесткий террор местного населения. Нет российского паспорта, значит, ты не имеешь никаких прав. Машину можно забрать, из жилья можно выгнать. И вообще можно даже бросить на подвал или застрелить где-нибудь за посадкой, закопать. Представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этого села вывезено в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. А в их домах распортируют российских наемников. Вот так заходит русский мир и так он себя проявляет. Авиация Силы обороны за минувшие сутки нанесла 13 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, 1 типа Суперкам, 2 Орлана и 4 Ланцета. На момент записи этого видео появилось сообщение о том, что сбит бомбардировщик Су-34. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад боеприпасов. Кроме того, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 765 российских оккупантов, уничтожили 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня и 17 автомобилей. Кстати, изменилась тактика, постоянно российское командование, я так понимаю, в поисках, судя по обстановке, как же атаковать, как лучше и как сильнее атаковать наши позиции. Начиналось все с батальона тактических групп, усиленных батальонов, потом были просто батальоны, потом были роты, потом были повзводно, потом были мелкие группы по отделениям по 10 человек, 10-12 человек. Сейчас они поняли, что с уменьшением объемов атакующих войск уменьшалось и количество техники. В конечном итоге они дошли до атак пехотными группами, то есть без применения тяжелой техники и вооружения, при минимальной поддержке артиллерии и без поддержки танков. Но, видимо, их такие результаты не удовлетворяют. Мы научились бороться с атаками вот таких мелких групп, вычисляем, когда они приближаются и, соответственно, начинаем их ликвидировать. Они переходят к тактике увеличения, то есть теперь повзводно атакуют ИС на тяжелой технике. То есть количество техники, видимо, у противника увеличилось, и поэтому они решили ее пускать в бой. То есть БМП, танки и бронетранспортеры уже поддерживают наступающие группы вражеской пехоты. Вот такие военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и поговорим немножко о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нее. Ну, наверное, начнем с самой главной новости. Это новость о событиях в Брянской области по поводу диверсионно-разведывательной группы. Хотелось бы немножко разобрать этот вопрос более подробно, пока событие свежо и еще помнится большинством наших людей и активно обсуждается. Так вот, хочу привести вам институт изучения войны американский, который говорит, что Кремль обвинил Украину в совершении вторжения на границу в Брянской области Российской Федерации 2 марта. Утверждение, которое украинские официальные лица отрицали. Губернатор Брянской области некто Богомаз заявил, что несколько десятков украинских диверсантов совершили вооруженный рейд в села Любенчане и Сушаны на международной границе. Федеральная служба безопасности России удвоила обвинения Богомаза и заявила, что Росгвардия провела операцию по ликвидации украинских диверсантов, которые, как сообщается, убили одного человека, взяли в заложники до шести человек. Российские милитарные блогеры и новостные агрегаторы предлагали разную информацию о количестве жертв и заложников, в том числе утверждали, что украинские диверсанты обстреляли школьный автобус. Президент России Владимир Путин тогда необычайно быстро отреагировал на эти утверждения, заявил, что неонацисты и их хозяева совершили террористический акт в Брянской области. Путин прямо не назвал Украину виновником теракта в своем телевизионном заявлении, что побудило российские государственные СМИ позже уточнить, что Путин имел в виду украинских неонацистов. Путин также заявил, что Россия сокрушит неонацистов, которые последовательно стремились лишить Россию ее истории, убивали дочь русского националистического идеолога Дугина и убивали людей на Донбассе. Вот такая вот каша. Давайте разберем эту кашу, немножко разложим, отделим семя от плевел. Начнем, наверное, с того, что мы абсолютно не причастны к этой истории. На мой взгляд, мы стали свидетелями такой, я бы сказал, классической информационно-психологической операции по дискредитации Украины и дегуманизации нас как нации. Объясню почему. Смотрите, мы находимся де-факто в состоянии войны. Де-юре у нас военное положение, в России специальная военная операция. Мы усиливаем границу, оборудуем ее в инженерном отношении. Российские войска стоят на прикрытии государственной границы и ведут постоянное огневое воздействие по нашей территории, там, где мы находимся на границе. Там, где мы контролируем свою границу. Теперь, по разным оценкам, от 45 до 50 человек. Ну, берем 45, это пол роты. Пол роты должно было зайти, минуя все минные поля, заграждения и, главное, минуя войска прикрытия государственной границы. Плюс, эти 50 человек должны были преодолеть линию обороны, которую построили жители и руководство Брянской области вдоль границы с Украиной. Теперь, первичная информация появляется о том, что расстреляли якобы школьный автобус. Девочку убили, там, несколько человек ранили. Через несколько часов оказывается, что девочку не убили, она жива и ранена. Потом эта девочка превращается в мальчика, потому что в больницу, оказывается, поступил мальчик, который был ранен. Но ранен уже не в школьном автобусе, а в машине. Изначально сообщалось о том, что диверсанты взорвали газораспределительную станцию и электрическую подстанцию. Но доказательств этих взрывов и про отсутствие света и газа в этих районах, или в этих населенных пунктах, речи вообще никакой не идет. Далее появляется корпус, добровольческий российский корпус, который якобы там за борьбу с путинским режимом на территории России. Разворачивает флаг, открытые лица, официальное заявление. У меня тогда вопрос. У нас сведения об этом корпусе первый раз появились летом прошлого года. Смотрите, у нас в составе вооруженных сил Украины нету иностранных наемников. У нас есть граждане, иностранные граждане, которые заключили контракт с вооруженными силами Украины. Они подчиняются приказам командиров и начальников наших, военных. Никто не будет отправлять Украину держаться, дистанцируется от провокаций на территории Российской Федерации. Мы не наносим огневых ударов по территории Российской Федерации. Это официальная позиция страны. Соответственно, никто бы им не разрешил, если бы они были реально в составе вооруженных сил Украины, значит они были бы на контракте. Никто бы им не разрешил и никто бы не отдал им приказ пересекать границу государственную и совершать какие-либо противоправные действия против Российской Федерации. Или против граждан Российской Федерации. Кстати, у Путина очень плохо с юриспруденцией. Дело в том, что вот такое вооруженное проникновение на чужую территорию с оружием и применение этого оружия на чужой территории, это вооруженный инцидент. Или вооруженный конфликт. Но больше здесь по масштабам походит на вооруженный инцидент. Но никак не террористический ад. Никак. Террористический акт выглядит в юриспруденции совсем по-другому. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Ну и даже, смотрите, дальше идем. Средства массовой информации, блогеры, там и все остальные. А, Росгвардия говорит, что они туда поехали, что они там ликвидировали. Но к тому времени все убежали. Куда убежали? В Украину? Обратно? Опять через войска прикрытия госграницы, через погранслужбу ФСБ России, 50 человек с оружием просто вернулись в Украину. Это у них была экскурсионная прогулка. Туда и обратно. И никто их не заметил. Никто не принял бой на границе там. Где же пограничники ФСБшные? Где Мухтары и Джульбарсы с Карацупой на границе Российской Федерации? Нет. Где машина, которая подорвалась? Где раненые Росгвардейцы, которые якобы подорвались на мине, когда пытались преследовать или шли на зачистку этих районов? С кем они вели перестрелку? Где эти места перестрелок? Где эти дома, которые один дом взорвали, эти якобы диверсанты, а один дом заминировали? Где этот взорванный дом? Его нет. Но информационная машина раскрутилась таким образом, что дошла до Кремля. И блогеры, и различные средства массовой информации дошли до того, что распространили информацию о том, что все, сейчас Путин, чей в течение нескольких часов проведет экстренное заседание Совета Безопасности России. В результате пришлось реагировать самому Пескову. Как пресс-секретарю Путина Песков вышел, сказал, успокойтесь, никакого экстренного заседания ничего не будет. А завтра, то есть сегодня, Путин проведет рабочее совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Вот и все. Ну и потом сам Путин вообще нагнал такого тумана в это дело, что, первое, классифицировав это как теракт, а не как вооруженный инцидент, не предъявив никаких ультимативных действий и не обвинив напрямую Украину в этом действии. Хотя вся страна, точнее все информпространство России говорит, что это украинская диверсионно-разведанная группа. Но президент России так не считает. И поэтому не вызвали посла, не вручили ноту. И Путин не сказал, что это Украина, что это наша ДРГ. Он сказал, что это какие-то националисты, какие-то террористы неизвестного происхождения. И в результате оказалось, что автомобиль Нива расстреляли. Не школьный автомобиль, а автомобиль Нива. И в этом автомобиле вроде бы как ранили одного ребенка. Ну и ладно, бог с ним. Не владеет ситуацией в стране президент России. Может он уже, так ему уже по возрасту или по должности положено. Не ковыряться там в мелочах. Что Нива, что автобус школьный, ему все равно может быть. Может он их не различает. Но сегодня с утра ФСБ добило информационную основу под этой всей уткой. Я по-другому не могу назвать. Показав видеокадры. Видеокадры, на них автомобиль УАЗ-2107 и несколько машин, там маленьких малолитражек, иномарок. И в них якобы лежат убитые люди. Обратите внимание на этих кадрах. Во-первых, плотность огня для поражения этих людей очень маленькая. Отверстий очень мало. В дверях вообще отверстий я не заметил. В капоте, в багажнике, да, двери есть. В крыльях, отверстия, точнее, есть от пуль. В дверях нету, которые бы могли убить человека. И еще обратите внимание, что все машины только с водителем. Только с водителем. И лежат якобы убитые водители. Вот такую вот кашу они нагородили. И еще добавлю конспирологии. Точнее, не конспирологии, а добавлю информации из альтернативных источников. О том, что говорят, что это готовилось, давно готовилось, а такая провокационная операция для того, чтобы обвинить Украину в агрессивных действиях. Для этого готовились даже тела убитых наших солдат, украинцев, которые были приготовлены для того, чтобы выложить их там на поле боя, чтобы якобы их вот застрелили. Ну а гражданских должны были набить свеженьких. Для того, чтобы все было более-менее реалистично. То есть свежие раненые, свежие убитые среди гражданских должны были быть. Кто и как сорвал эту операцию, я думаю, что надо разбираться внутри самой ФСБ. Потому что тот, кто ее готовил, кто имел доступ к информации и кто запустил вот этих реальных националистов, которые из добровольческого корпуса выступили там против режима Путина. Я думаю, что вот именно появление этих людей сорвало всю ту операцию страшной картины, которую я вам озвучил. Что должны были... Ну, очень попахивает. Знаете, что я сразу вспомнил? Я сразу вспомнил Рязанский сахар. Помните, да? Мешки с сахаром, которые оказались с гексогеном. И их закладывали в подвал сотрудники ФСБ для того, чтобы подорвать очередной дом. Тогда была серия взрывов для создания общественного мнения в России, что надо начинать Вторую Чеченскую войну. Как Путин тогда сказал, надо мочить террористов в сортире. Вот. Так вот, лекало точно такое же. Бей своих, чтоб чужие боялись. Хотели набить немножко народу, повзрывать пару домов и потом, разложив трупы наших солдат на поле боя, рядом с трупами свежеубитых российских граждан, обвинить Украину в совершении вот такого жесткого вооруженного инцидента на границе Украины и России. Это приграничная зона. Но, как обычно, в Российской Федерации что-то пошло не так. Слава Богу. Пусть гражданские, проживающие в этих населенных пунктах, просто помолятся лишний раз в церкви, что они остались живы, что их же спецслужбы не расстреляли от имени Украины. Вот такое вот событие, такое видение, мое видение этого события, по той информации, которую я собрал за прошедшие сутки относительно вот этого спектакля, который устроило ФСБ в приграничном районе. Ну, идем далее. Белорусский Гаюн сообщает нам, что вероятность запуска ракет типа Кинжал самолетов МиГ-31К снизилась из-за отсутствия самолета-разведчика А-50, который был поврежден из-за атаки дронов. Тут есть две новости, которые надо прокомментировать в этом тексте. Первое. Пуский кинжал, и сразу вам скажу, как человек военный, пуский ракет-кинжал с МиГ-31 и самолет А-50, это две несвязанные вещи. Самолет А-50 предназначен для ведения разведки. Он поднимался в воздух после МиГов или перед МиГами для того, чтобы срисовать нашу систему ПВО, которая включалась в результате выхода на подъема в воздушном пространстве Белоруссии самолетов МиГ-31К, которые были носителем ракеты Кинжал. Отсутствие этого самолета никак не влияет на пуски этих ракет. Координаты целей есть. Этот самолет ввел активную разведку. Он мог обработать эти цели и отдать эти координаты в Генеральный штаб. И отдал их, 100% отдал их в Генеральный штаб Российской Федерации. Поэтому, если там будет приказ, то поверьте, ракеты будут запрограммированы, и пуски будут проведены. Независимо от присутствия или отсутствия самолета А-50. Вторая новость, которую надо прокомментировать. Поэтому немножко белорусский ГАЮн связал несвязанные вещи. То, что самолет убыл, огромное им спасибо за то, что они отследили А-50. То, что он убыл в Таганрог, где находится авиационный ремонтный завод, говорит о том, что да, самолет получил повреждение. Вполне возможно, что он потихонечку набреющим почапал, прихрамывая до Таганрога, потому что говорят, что и кабина пилота повреждена была в результате вот этих взрывов, которые прозвучали на аэродроме в Мочурище. Но, есть и позитивный момент. Дело в том, что новый самолет или работоспособный самолет из тех шести модернизированных, мы говорили, что их девять, минус один осталось восемь. Три самолета А-50 советские, не еще стоят на ламповых схемах с кинескопами вместо мониторов. А шесть самолетов, вроде бы как, их частично модернизировали или модернизируют сейчас под более современную версию. То есть, меняют электронику всю с ламповой на полупроводниковую или микропроцессорную, плоские мониторы там и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, то, что уже, сколько прошло, трое суток, даже больше, и новый самолет в Мочурищах не появился, из серии А-50, то есть, радиотехническое, дальний радиолокационный развед, говорит о том, что, видимо, в Российской Федерации проблема с исправными самолетами. Может такое оказаться, что и нечего и пригнать в Белоруссию. Может быть, что исправного самолета на сегодняшний день в Российской Федерации нет. Может быть, они уже там в три смены пытаются какой-то привести самолет в чувство, восстановить его, включить, запустить, и он через какое-то время может появиться опять в Мочурищах на аэродроме. Или в каком-либо другом месте. Но на сегодня такого самолета, видимо, нет. Ил-38 был, помните, да, мы повредили его тоже, подбили. Не полностью, правда, но он был поврежден. И он больше не летает. И вот этот А-50 был, который летает. Сейчас замены ему на сегодняшний день нет. Что не может не радовать. Далее. Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом заявил спикер Кирби в Белом доме. И в новый пакет войдут боеприпасы и снаряды тех видов вооружений, которые уже есть у украинских войск. В частности, РСЗО «Хаймерс». Ну, я так понимаю, что сейчас все транши будут. Кстати, предыдущий транш тоже на 500 миллионов был именно по боеприпасам. Потому что артиллерии довольно много, хотя и не совсем достаточно. И мы ведем интенсивные боевые действия. Поэтому расход боеприпасов очень и очень большой. Поэтому будут сейчас идти в основном боеприпасы. До нового Рамштайна. Далее. Молдова заявила об отмене авиарейсов в столице пяти стран в связи с техническими сложностями. Ну, очень напоминает наш сценарий. Очень. Смотрите. Сначала Визер заявляет о прекращении полета. Ну, мы знаем раскачка ситуации, митинги, протесты с требованием отставки правительства. Правда, почему-то на протесты приезжают граждане Российской Федерации, которые не понимают уже румынский язык или пока еще язык Молдовы. Хотя уже в первом чтении принято переименовать его в румынский. И являются гражданами России. Но при этом приехали помитинговать в Кишиневе о несправедливости к тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Ну, бывает так. Вот, россияне часто очень любят заблудиться и приехать на чужой. К нам в Донецк, Луганск, там приезжали. В Харьков, Днепр, в Одессу тоже приезжали в 2014 году. Так вот, вслед за Визером, видите, и Молдова, Молдова-Айр, Айр-Молдова компания называется, она прекратила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. То есть, сначала прекращали авиакомпании, потом начали потихонечку из Киева выезжать посольство, и 24-го числа Российская Федерация начала массированное вторжение своих вооруженных сил в Украину. Поэтому, может быть, назревает ситуация, когда Молдова попробует решить вопрос Приднестровья. Не знаю, получим мы приглашение на этот банкет или нет, или будем наблюдать. Посмотрим, время покажет. Ну, я так понимаю, что нагнетание... Россия сама качнула обстановку. Вот не трогали бы русские эту проблему, россияне точнее, извините, какие они и не русские. Вот. Не трогали бы они, россияне, эту проблему, то я думаю, что это Приднестровье до конца войны-то точно бы просуществовало. А так, я так понимаю, что назревает вопрос, который надо будет решать. Скорее всего, он будет решаться, возможно, в ближайшее время. Ну, и еще парочка новостей коротких, что медиазона, есть такое средство массовой информации, или медиаресурс российский, который оппозиционный. Они посчитали, ну, расчет такой приблизительный, я бы сказал, практически методом прикидки. Они сказали, что вполне возможно, что осенью прошлого года Российская Федерация отмобилизовала не 300, а 500 тысяч человек. Прикидка осуществлялась с помощью регистрационных данных ЗАГСов в Российской Федерации по количеству бракосочетаний. То есть, люди, которые жили в гражданском браке с получением повестки, они побежали быстренько в ЗАГС, оформили отношения, потому что без регистрации законного брака члены семьи не могут получать денежное пособие или денежное довольствие военнослужащего, который участвует в специальной военной операции. Ну, и плюс, если он погибнет или будет ранен, соответственно, денежные выплаты без официальной регистрации никто выплачивать не будет. Так вот, сопоставив в процентном соотношении или в пропорциональном соотношении количество регистрации браков, вот они пришли к такому выводу. Я не знаю полностью формулы, они не публиковали, но вот к такому выводу, что якобы 500 тысяч. Я думаю, что на сегодняшний день может быть 500 тысяч мобилизовано, потому что мы говорим о том, что на территории Украины уже находится порядка 400 тысяч российских военнослужащих. Еще около 100 тысяч может находиться на разных полигонах и учебных центрах по всей территории Российской Федерации. Но вот тогда получается миллион. И мобилизация, не забудьте, что мобилизация в России продолжается неофициально, не гласно, точнее официально, но не гласно. Указ президента России действует, сентябрьский, и соответственно военкоматы потихонечку грибут моб-ресурс. Ну и закончить новостную, военно-политические новости, хотя этот блок хотелось бы вишенкой на торте, такая новость на пасашок о том, что Украина, наше государство, использует реактивную систему залпового огня Альха-М собственного производства. Имеется в виду, что, вот вы задавали даже много вопросов, где же наша Альха. Я так понимаю, что наша Альха начала, мы начали серийное производство снарядов Альха-М, и с дальностью пуска 110 километров. Это высокоточный боеприпас. Это, в принципе, то же самое, как Хаймарс, только дальность практически почти в два раза, ну в полтора раза больше. Хаймарс летит на 75 километров, соответствующей точностью, а наш боеприпас летит на 110 километров. Тоже соответствующий, тоже корректируемый, тоже высокоточный. Ну и сказали, что наше конструкторское бюро, которое разрабатывало Альху, я напомню, это отечественная разработка, полностью отечественная, на базе реактивной системы залпового огня СМЕРЧ, пусковая установка СМЕРЧ, а боеприпас уже наш, Украина. Так вот, сейчас КБ, которое разрабатывало этот Альху-М, сейчас хотят модернизировать этот боеприпас и увеличить дальность до 150 километров. Но снаряды с дальностью 110 уже в вооруженных силах Украины. Причем сказали, что если удастся увеличить дальность до 150 километров, то никто не будет затягивать с испытаниями совсем. Как только разработка будет закончена, сразу же в металл и сразу же на огневую позицию. Испытывать будем на поле боя. Так что для россиян очередной будет сюрприз в плане новых видов вооружения, которые появятся у сил обороны Украины. Ну что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки. Я по традиции сделаю паузу. За это время приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы смотреть видео в оригинале. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о появлении новых видео на моем канале. Также поставьте лайк этому видео, кому оно понравилось, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, по традиции, ответом на вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Витаю, пану полковнику. Я тоже бывший артиллерист. Служил на 130-мм пушках М46 в центральной группе ВИСК. ЦГВ это была Чехословакия в советские времена. Тогда еще было такое государство. Сейчас его уже нет. Там большое внимание уделялось от полной подготовки данных для стрельбы. Существует ли сейчас полная подготовка данных и как она считается? Можно ли считать полную подготовку данных как близко к высокоточной стрельбе? И есть ли системы М46 у нас на вооружении? Ведь система, на мой взгляд, неплохая. Спасибо за информацию. Слава Украине! Да, система неплохая. Дальность у нее 37 км. Калибр 130 мм. Это очень хорошая пушка, дальнобойная. Практически она сегодня попадает чуть-чуть меньше калибра. Не 155, а 130 мм. Но она практически по дальности, по своим характеристикам попадает в разряд современных артиллерийских систем, буксируемых систем. Почему? За счет своей дальности. Что касается полной подготовки. Сегодня полная подготовка практически основа введения огня для артиллерии. Это когда не проводится пристрелка, а когда учитываются все поправки, все особенности условий стрельбы на данный момент, по данной цели. И эти поправки рассчитываются и вводятся в данные для стрельбы непосредственно перед самой стрельбой. И таким образом не надо пристреливать цель, а можно сразу открывать огонь на исчисленных данных, которые рассчитаны с помощью системы полной подготовки. Раньше это был карандаш, бланк или бумажный или на пластике. В боевой обстановке требовали бумажный, ученик требовали бумажный, потому что он шел как отчетный. Это все потом подшивалось, сдавалось, кто куда выстрелил, какой снаряд куда улетел. Партия, год, завод, снаряда, заряда и всего остального. Сейчас это упрощено и вместо бланка и карандаша используются планшеты, которые в автоматическом режиме решают эту задачу. Сегодня практически расчеты занимают доли секунды. Достаточно командиру орудия или артиллерийскому офицеру достаточно обвести координаты цели, которые он получил. Или наколоть цель на карте вообще, стикером наколоть цель на карте, на планшете. И все данные для стрельбы автоматически появляются. Я напомню, что есть у нас такая программа, называется Крапива, для подготовки данных для стрельбы. Там заведены все артиллерийские системы, которые есть у нас на вооружении, и три планшета. Эта программа универсальная. Была даже попытка, и было несколько попыток. Я думаю, что и сейчас россияне не оставляют попыток взломать эту программу, заполучить планшет или что-нибудь еще. Но, слава богу, наши айтишники сделали такую программу, что в нее никто не может до сих пор проникнуть. Она работает на благо нашей артиллерии и практически обеспечивает точность как высокоточных боеприпасов. Даже враг отмечает, что работа нашей артиллерии на порядок лучше и качественнее, чем работа российской артиллерии. А мы, кстати, сейчас отмечаем ухудшение, что российская артиллерия уже начинает иногда просто отбывать номер. То есть им дают целеуказания, они с не особой точностью просто выкладывают норму снарядов по такой цели, допустим, взводный опорный пункт. Расход 200 снарядов на батарею. Вот они там 200 снарядов гахнули, но снаряды взрываются рядом с опорным пунктом. Наши переждали. Вот это точность работы артиллерии. И это встречается уже довольно часто среди работы российской артиллерии. Когда есть беспилотник, когда корректируется огонь, тогда надо признать факт, что они ведут огонь с довольной точностью. Так что М-46 есть, она воюет в составе силы обороны. Немного этих пушек, сразу скажу. И полная подготовка действительно сегодня основа всех основ в плане подготовки данных для стрельбы. У меня вопрос. Вы говорите, что сейчас больше популярны танки и самоходки на колесном ходу. Но ведь колеса уязвимы повреждением, осколками. Как они устроены? Ну да, действительно, колеса более уязвимы, чем гусеницы. Но они устроены таким образом, что применяется упругая резина или так называемые бронешины применяются. То есть резина имеет такую плотность, что не каждая пуля пробьет это колесо. И, соответственно, не каждый осколок пробьет это колесо. Плюс плотность резины настолько высока, что если пробивается осколком или пулей, то на всех этих машинах есть система автоматической подкачки шин. И за счет работающего двигателя давление в шине держится на уровне необходимой нормы. Механик-водитель или водитель это транспортное средство регулирует. У него есть вентили на приборной доске. Он регулирует и манометр, который показывает среднее давление в шинах. И он регулирует это давление за счет вот этих вентилей. По разным оценкам, ну вот допустим, система автоподкачки бронетранспортера, БТР-60 или БТР-70, БТР-80. Колесо может, точнее компрессор может обеспечить давление в шине, нормальное давление в шине при попадании до 30 патронов пуль от автомата калашников. Ну имеется ввиду, конечно же, 5.45 калибр. Вот он будет держать нормальное давление. Плюс при наезде, допустим, на мину отрывает одно колесо. Так сделана схема ходовой части, что вырывает, а подвеска независимая у всех колес. Отрывает колесо и бронетранспортер спокойно может ехать на трех колесах, на двух колесах с одной стороны, даже на одном, для равновесия. За счет двигательной установки можно отключать поврежденные мосты. То есть в этом плане колесная техника, плюс она очень легко преодолевает, так же, как даже иногда лучше, чем гусеничная, преодолевает рвы, окоп, траншеи и другие препятствия. Плюс она плавающая. Колесная техника, как правило, вся плавающая. То есть может еще преодолевать водные преграды вплавь. Поэтому я бы даже сказал, что у колесной техники на сегодняшний день преимуществ больше. Слабее броня, меньше вес, но по ходовым качествам, по маневренности, может быть она даже в некоторых параметрах лучше, чем гусеничная. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мины-лепесток имеют срок годности? Через какое время после того, что их разбросали, они перестают взрываться, если на мину наступишь? Вот, кстати, вам ответил, я просто зачитаю ответ одного из зрителей, шикарный ответ, просто в точку. Их два вида, этих мин-лепесток. Это нового образца, они идут с самоликвидатором, который выставляется на 24 или на 48 часов. И по истечении этого времени эти мины самоликвидируются, то есть подрываются. И есть мины старого образца, которые не имеют никакого самоликвидатора. И они могут ждать свою жертву бесконечно долго, до тех пор, пока кто-то не наступит на эту мину. Еще особенность в том, что эта мина, она выполнена в пластиковом корпусе, который не подвержен гниению и герметичен, то есть туда не проникает влага. И эта мина в пластиковом корпусе может лежать годами. Пока за счет конденсата, допустим, не накопится влага и не выйдет из строя либо взрыватель, либо механизм этого взрывателя. Он нажимного типа, этот взрыватель в этой мине. Так что в лепестке вот бывает двух типов, старый и новый. У России есть и те, и те. Старых намного больше, новых очень мало. Советский Союз уже экономил средства. Дело в том, что они после развала Советского Союза эти мины, скорее всего, не выпускались. Потому что Россия их выпустила достаточно в Советский Союз в годы Холодной войны. И такой необходимости не было. Ну а и денег лишних тоже, как всегда, вы же знаете, денег, как всегда, на вооружение не хватает. Ну особенно, например, в нашей стране это точно не хватало, судя по выполнению гособоронзаказа на протяжении последних 8 лет. Так, следующий вопрос. Как вы считаете, может ли отличаться риторика и цифры от наших партнеров и реальное количество и номенклатура передаваемого вооружения? Например, вроде у Германии нет леопардов на 2 бригады, а в реальности может и есть. Или Соединенные Штаты и Ф-16 не дают, а может все-таки уже готовят к отправке. Ну вы абсолютно правы. Конечно же, открытые данные по поставкам вооружения, они вообще не идут ни в какое сравнение с теми секретными данными, которые, допустим, согласовывает генерал Залужный с генералом Милли напрямую в своем телефонном разговоре. Поэтому тут абсолютно нельзя сравнивать. Ну а про сроки я вообще не говорю. Мы с вами, как обычные граждане, узнаем о появлении вкусных плюшек, или как сейчас модное слово появилось, нищеков, западных нищеков в составе вооруженных сил Украины, по факту их применения на поле боя. То есть, когда они уже появились на поле боя, вот тогда мы уже говорим, что вау, уже есть. Ну правда, наши враги спешат еще быстрее нас об этом сообщить. Вот допустим, как уничтожить все Хаймарсы, там 54 Хаймарс уничтожены из 25 имеющихся, 54 Российская Федерация уже уничтожила. Ну, мне просто запомнилась эта фраза Коношенкова, как он объявлял с каменным лицом, таким, почти как Левитан. В результате успешных боевых действий российские войска уничтожили 54 Хаймарса. Ну а мы добавили, что у нас их всего 25. Как вы могли 54 уничтожить? Еще какие-то стреляют, понимаете? 25 было, еще какие-то стреляют, 54 уничтожили. Вот такое же, такие вот, соответственно, а, они же же Леопард II захватили. Не просто, сначала было тоже, вот российская пропаганда работает просто на ура. Наверное, Станиславский бы плакал от их умения перевоплощаться. Сначала они говорили, что появились, Леопарды II появились в районе Бахмута. Потом было сообщение, что они подбили Леопард II в районе Бахмута. Сейчас новая фишка у российской пропаганды, они захватили танк Леопард II в районе Бахмута. Ну, правда, ни одной фото-видео этого танка нету, ни подбитого, ни захваченного. Так что не могут российские бойцы там бравыми снимками похвастаться, что они оседлали Леопарда. Не могут, потому что этих Леопардов в районе Бахмута нету. И никто их туда отправлять не собирается. Вопрос. Логистика. Почему, несмотря на широкую номенклатуру, украинская логистика справляется, а российская, где все унифицировано, не справляется? Да потому что мы построили свою логистику с нуля, и она работает. Мы строили по мере начала поставок вооружений вот эту логистику. И тут уже количество номенклатуры роли не играет. Мы организовали пути, маршруты, мы организовали пункты перегрузки, пункты сбора, и у нас нет складов. Вот у нас логистика построена по западному стандарту, у нас нет складов. Вот россияне постоянно ищут, ищут, пытаются куда-то лупить. Стреляли там по полигонам еще в начале войны. Потом, видимо, до них дошло, что там никого нету. Но, правда, до них до сих пор не может дойти, что в пунктах постоянной дислокации частей, они их, конечно же, знают, это информация открытая, где какие части дислоцируются, места постоянной дислокации. Но до сих пор не могут понять, что там никого нет. Все на войне, все ушли на фронт, как это было в годы Второй мировой войны. Райком закрыт, все ушли на фронт. Но они все равно пытаются по ним наносить огневые удары. А российская логистика не справляется, потому что ее никто никогда не тренировал в таких масштабах. Они столкнулись с этой проблемой с нуля, таких масштабных перевозок. Конечно, когда надо было проводить учения, и там, допустим, они перевозили в Белоруссию 40-тысячную группировку, которая заходила потом в Украину, так они сколько ее возили? Месяц. Они везли ее даже больше в Белоруссию, для того, чтобы они участвовали в учениях. А когда на них свалилось, что надо везти тысячи тонн боеприпасов, составы с тысячи тонн топлива, продовольствия, личный состав, технику, вооружение, этот механизм просто сломал. Он не выдержал такой нагрузки, потому что он не был ни разу, он был только на бумаге. Вот поэтому такая проблема. Сейчас они там пытаются, да, у них тоже они учатся, но, да, я не, как бы, нельзя недооценивать противника. Мы понимаем, что они учатся, они какие-то навыки приобрели. Сейчас у них логистика более-менее налажена, но у них еще есть одна особенность. Дело в том, что российская логистика не может отвязаться от железной дороги. Даже на европейской части, даже здесь, у них огромная проблема с... Там, где есть железная дорога, там более-менее проблему логистики они решают. На короткие расстояния тут, на подвоз боеприпасов и топлива, ну, еще как-то они с горем пополам вопросы решают. А вот на большие расстояния, если нет железной дороги, все. Здесь кранты. Вот почему они там от угледар пытаются нас отодвинуть? Потому что мы достаем до Волновахи, до железнодорожного узла, который постоянно... Мы достаем до Иловайска. И там периодически мы этот железнодорожный узел выносим. Они его только восстановят, мы его выносим. Причем стараемся его выносить как раз в тот момент, когда там стоит эшелон с техникой, с топливом или с боеприпасом. Вот поэтому у них проблемы. А нашу логистику они поймать не могут, потому что они не понимают, как она устроена. Следующий вопрос. На ваш взгляд вопрос Приднестровья будет решен во время войны или после войны? Ну, я про Приднестровье сказал в оперативной обстановке. Я думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время. Это будет неделя или месяц, и сказать очень трудно. Я думаю, так, рискну предположить, что где-то, может быть, месяц-два. И будет решен вопрос Приднестровья. Может быть, не гарантирую. А может быть, отложат в дальний ящик, если удастся стабилизировать обстановку в самой Молдове. В любом случае, все зависит не от нас. Мы просто ждем приглашения на этот праздник жизни. Если Молдова нас приглашает, мы участвуем и помогаем Молдове. Если не приглашает, ну, тут от нас не зависит. Но думаю, что все идет именно к тому, что, судя по ситуации пока что, той, которая развивается вокруг, вообще в Молдове, я думаю, что все идет к тому, что эту раковую опухоль надо удалить. Такой вопрос. Возможно ли по звуку определить калибр прилета и что именно прилетело? Мина, РСЗО, 152 мм, Нурсы и так далее. Конечно, конечно, каждый вид боеприпаса, каждая система, артиллерийская система или миномет, или самолет, или там что-нибудь еще, имеет свой характерный звук. Но для того, чтобы это определять, надо побыть на нуле в составе наших вооруженных сил. Тогда, ну, говорят, бойцы учатся там буквально за считанные дни отличать, когда что летит. И по звуку уже даже знают, по звуку уже даже могут сказать, куда летит. Попадет, не попадет. То есть прятаться или прятаться на дно окопа, или ховаться в какой-нибудь блиндаж или в какое-то укрытие. Даже так уже по характеру звучит. А так, да, конечно, каждый вид боеприпаса имеет свой характерный звук. И, соответственно, нашими военнослужащими четко и понятно различается во время своего полета. Добрый день! У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, способен ли ЗРК Хоук сбивать ракеты типа С-300 и Искандер? И какая будет эффективность комплекса в случае размещения его в Харькове? Смотрите, комплекс Хоук это довольно старенький комплекс, хотя, в принципе, он среднего радиуса действия, там до 50 км, на 20 км в высоту. И, в принципе, у него ракета летит со скоростью 2,4 маха. В принципе, теоретически он может сбивать ракеты С-300. Точно так же, как, ну, странно, что вы вспомнили этот довольно старенький комплекс, и вы не задаете вопрос, а могут ли сбивать на САМС и ИРИСТЕ. Это более современные комплексы той же категории, тоже среднего радиуса действия, 40-50 км. Вот, но они более современные, более эффективные и с меньшим временем реакции на появление цели. Но, скажу так, что теоретически они могут сбивать, но практически, практика показывает, что коэффициент полезного действия или вероятность сбития баллистической цели, а Искандер и С-300 это именно баллистическая цель, для этих комплексов очень низкая. Вот уже Патриот и Сампти, или Мамба, вот у них уже вероятность довольно высокая. Они уже могут уверенно работать по баллистическим целям. Так что Харькову, для того, чтобы себя обезопасить, надо ждать прихода комплекса Патриот, или комплекса Сампти. Почему на танках, когда снаряд попадает в активную динамическую защиту, взрывается только одна или несколько тротиловых шашек, а соседние не детонируют? Ведь взрыв одной шашки должен вызвать детонацию соседних. В чем секрет? А так для этого их и создавали шашечками. Почему, говорят, черепаха, на танк он похож на черепаху, потому что эти коробочки. Дело в том, что вот эта металлическая коробочка и воздушное пространство между этими коробочками не дает возможности детонировать рядом стоящим коробочкам. И таким образом получается, что фактически одна коробочка и один снаряд. Только если снаряд попадает в стык коробочек, тогда они подрываются, все, в которые попал этот снаряд. Ну и тогда, соответственно, дырка на броне, ну условно дырка, то есть менее защищенное место на броне, резко расширяется. А так за счет разделения этих ячеек для укладки этих шашек тротиловых, соответственно, за счет разделения вы повышаете живучесть активно-реактивной брони танка. И, соответственно, выбивается одна, ну максимум две коробочки. Следующий снаряд, а снаряд два раза в одно и то же место не попадает. Знаете, есть такой закон, не писанный. Поэтому вероятность того, что снаряд попадет, очень мизерная. В то же самое место, где уже коробочки сдетонировали. Вот воздушное пространство и отдельная коробочка, она не позволяет сдетонировать соседним. Ну что ж, мы на этом, наверное, вопросную часть на сегодняшний день закончим с вами вторую. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И они прозвучат сегодня следующие. Любому здравомыслящему человеку становится понятно, посмотрев карту боев в Бахмуте, что город нужно оставить и вывести наших военных, пока они еще живы. Это элита украинских войск, и их нужно сберечь. Пока еще есть варианты отхода. Тем более, что Бахмут не является стратегическим объектом. Будет то, что и Солидаром. Наших окружили, так как вовремя не вывели, и они все погибли. Или сконцентрировать большое количество военной техники и отбросить орков от города. Ну, во-первых, из Солидара мы вышли, никто там никого не окружал. В Солидаре у нас было, когда были бои в районе Северодонецка, там было небольшое окружение, но наши прорывались из него с боями. И, соответственно, и вышли практически все с боем из окружения. Я не помню уже населенный пункт, но такой факт был. Летом прошлого года. Солидар наши войска отступили. И просто было, там было спланировано не по стандарту схема. Это точно так же Солидар повторил, кстати, то же самое, что произошло в Лисичанске. Там, когда брали Лисичанск враги, вот такая же самая ситуация была абсолютно. Но там никто не попал в окружение. То, что Бахмут надо уже, наверное, выводить. Я думаю, я, кстати, сегодня сказал в оперативной обстановке, можете прослушать в начале этого видео еще раз или просмотреть, что есть косвенные признаки того, что сегодня будет начать вывод наших войск из Бахмута. Вполне возможно, что он уже начался. И мы переходим на новый оборонительный рубеж, для того, чтобы российские войска начинали все сначала. Нет такого понятия, как молдавский язык. Он всегда был румынский. Это не похожие языки. Это один и тот же румынский язык. Ну, тогда зачем парламент переименовывает, если это один и тот же язык? Я думаю, что тут просто... Я не сомневаюсь, что это один и тот же язык, что вы друг друга понимаете и разговариваете на одном языке. Но я так понимаю, что вашему парламенту надо оформить это документально. И, видимо, где-то в документах типа Конституции записано слово молдавский язык. Поэтому его и это словосочетание упраздняет, и меняет на румынский язык. Огромное спасибо партизанам Белоруссии. Помогли нам с самолетом. Всегда будем об этом помнить. Да, белорусским партизанам большое спасибо. Огромное спасибо. А еще раз. Извините. Не переключилась. В 90-е годы прошлого века и в начале 2000-х в Молдове и Румынии активно обсуждалась возможность объединения Молдовы с Румынией. Если не ошибаюсь, даже проводился референдум, на котором большинство молдаван не поддержало идею. Спасибо вам за вашу информацию, за объяснение того, что больше никто не делает. За Лужному и нашим славным воинам здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. Нехай Бог возбереже нашу надею на життя. Ну вот такой вот, видимо, из Германии. Относительно Меркель, вы не правы на 200%. Нехай Немеччина, еще трохи позаглядая в очи пу, то лишится не тільки без армии, а и... А, вы правы. За Меркель вы правы на 200%. Нехай Немеччина, еще трохи позаглядая в очи пу, то лишится не тільки без армии, а и без носкив. Вот так вот. Такое из Германии. Спасибо вам, Олег. Я гражданская, но уже скоро стану многознающий о военной технике. Мы в Литве. Мы в Литве с вами. Ребята, держитесь. С уважением и приветствуем из Бремена. Победу Украине, ее доблестным воинам и героическому народу. Смерть врагам. Ну что ж, ну вот на этой патриотической ноте мы и закончим наше сегодня с вами видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Поэтому, а, но, как обычно, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его увидят большее количество людей. Спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжим. Продолжаем вірить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине!